Очень особенный с Керимом Бюрсином. Керим Бюрсин родился 4 июня 1987 года в Стамбуле. Турецкий телесериал, актер театра и кино. Семья, родился в Стамбуле. Его отец, инженер, топ-менеджер международной нефтяной компании. Из-за профессии отца он и его семья переехали в Шотландию в 2000 году, а затем в Соединенные Штаты в 2002 году в возрасте 15 лет, поселившись в Техасы. У нас совершенно другие отношения с отцом. Поскольку мы меняем страны каждые 3 года, моя повестка дня всегда менялась, единственное, что не менялось, это моя семья. Когда мы переехали в новую страну, иногда единственной поддержкой, которую я мог получить, были мама и папа. Так у нас образовалась совершенно другая связь, мы стали как друзья. Мой отец всегда был очень открытым, даже строгим в том, как я обращался с женщинами, когда я был маленьким. Так как в моей жизни есть две женщины, которых я очень люблю, как моя мама и моя сестра, она сказала им, как я должен вести себя по-мужски, по-мужски. Если вы можете справиться с этим дома, вы можете справиться с этим на улице. Я всегда говорил об этом с отцом, и я стараюсь их все реализовать. Детство, у него было яркое, богатое и высокоразвитое детство. В школьные годы он вместе со своими друзьями сформировал рок-группу и дал много концертов в Техасы. После окончания колледжа она переехала в Лос-Анджелес и начала сниматься. Он каждый год приезжал в Турцию на летние каникулы со своей бабушкой. Но когда вы меняете так много стран, городов, школ, домов и друзей, вы теряете чувство принадлежности. Вы колеблитесь время от времени. Мы везде встречали турок, но когда ты так долго живешь за границей, ты становишься гражданином мира. Мы с сестрой жили в семи разных странах, а моим родителям по 14 лет. Образование, после окончания средней школы в Техасы она переехала в Бостон, чтобы получить высшее образование и изучать актерское мастерство в колледже Эммерсон. Он также изучал актерское мастерство в течение двух лет у Кэролин Пикман и Эрика Морриса. Первый шаг в актерское мастерство, он начал свое телевизионное приключение в 2013 году с фильма «В ожидании солнца». Каким проектом он блистал? Он привлек внимание персонажам Егита, которого он изобразил в серии «Почетные дела». Поворотный момент в вашей жизни. Жил в таких странах, как Шотландия, Эдинбург, Индонезия, Медан, Джакарта, Объединенные Арабские Эмираты, Абу-Даби, Дубай, Турция, Анкара, Стамбул, Малайзия, Куала-Лумпур, США, Техас, Бостон, Лос-Анджелес. Когда он приезжает в Стамбул на свадьбу своей двоюродной сестры, он встречает Гайя Сёкмен и начинает съемки в Турции. Мой лучший друг погиб в автокатастрофе в Нью-Йорке. Он был молодым человеком. Очень, очень болезненная смерть. Он был мне как брат. Я попал в невероятную пустоту. Я начал задавать вопросы. Я ползал вокруг Лос-Анджелес в то время. Немного подрабатывал. Я провожу персональные тренировки, паркую машину, в то же время пытаюсь преодолеть кастинг, отбор игроков, и стать актером. Из-за этого трагического события я решил изменить всю мою жизнь. Турция всегда приходит на ум. В Америке у меня спрашивают имя, Кирим. Я турок. Что ты уже сделал, Кирим, в Турции? Без ответа. Я турок, но я никогда не жил в Турции. И вдруг я решил переехать сюда. На четвертый день своего развития я ушел в армию. Пока я думал, что делать и что делать, когда моя военная служба закончится, пришло это предложение. Черты характера, скромный, услужливый, трудолюбивый, решительный, отзывчивый. Социальный, любит гулять, но не любит ходить в клубы. Он часто ходит куда-нибудь поужинать и любит проводить время со своими близкими друзьями. Я тоже люблю свой дом. В то же время я считаю, что это очень важное время, чтобы слушать себя и быть с собой. Каждому нужно уделять хотя бы полчаса в день себе и думать. У меня есть блокнот, где я я независимый писатель. Это часто связано с мировыми проблемами. В нашей профессии наблюдательность также очень важна, поэтому я запоминаю детали. Мой учитель говорил, вы можете смотреть на газету полчаса, но если изучить, то можно и полчаса писать. Я стараюсь так делать. Образ мышления, жизнь в разных частях мира дала ему возможность очень быстро адаптироваться независимо от человека, места и культуры. Вы живете в Индонезии три года, затем переезжаете в Дубай. Вы в Техасы, а затем в Малайзии. Вы учитесь признавать и уважать различные идеи, людей и убеждения. И самое главное, ты хорошо знаешь людей. Я хочу не сожалеть о решениях, которые я принял в свои 30 лет. Это будет философия моих 30-х, жить без сожалений. Я чувствую себя моложе в этом возрасте. Вы должны жить полной жизнью. Взгляд на любовь, я думаю, что любовь никогда не выйдет из моды. Любовь это самое сильное чувство, которое можно испытать. То есть с момента первого существования человечества. Они пишут рассказы о любви, пишут песни и стихи о любви, рисуют картины. Когда любовь входит в жизнь человека, она совсем другая. Я лучше буду одна пять лет, чем буду иметь кучу дерьмовых отношений. Некоторые люди делают много глупостей, потому что не могут быть одни. У них отношения. Лучшим примером любви в моей жизни были мои бабушка и дедушка. У них были отношения, которые я показывал с детства. Для меня любовь, это желание поделиться энергией с этим человеком. Его взгляд на жизнь, за то, что он всегда забирал то, что дала ему вселенная. Философия, отдача, цель его жизни. Есть философия, становись меньше с возрастом, я в нее верю. Со стороны, может быть, да, все выглядит прекрасно. Быть идеальным мужчиной, может быть, не только во мне, но и в моих достижениях. Жизнь касается не только меня. Помощь другим, помощь чьему-то счастью, здоровью, успеху, может быть, сделает меня идеальным мужчиной. С каждым днем я становлюсь более благодарным и рассеянным. Я уделяю больше внимания проектам социальной ответственности, я больше ценю чистые времена и чистые отношения. Я стараюсь соответственно определять свой образ жизни. Я хожу в спортзал в одном и том же месте, провожу время в одних и тех же местах, поддерживаю связь со старыми друзьями, придерживаюсь своих ритуалов. Взгляните на его деловую жизнь, если он доволен моей работой, он чувствует себя успешным. Но это не значит, что я все еще успешный игрок. Я не эгоистичный человек, но я чувствую себя эгоистом, когда дело доходит до игр. Это другая любовь. Я знаю, что никогда не буду, хорошим, потому что по мере того, как вы становитесь старше, ваша игровая коробка и материалы внутри меняются. Чтобы быть хорошим игроком, вы должны очень хорошо знать себя и осознавать свои слабости и страхи. Если вы в мире с собой, вы будете свободным игроком. Карьерный план, всегда снималось в драматических сериалах и проектах. Также он хочет принять участие в комедийном проекте. Я бы хотел сняться в комедии. Например, это может быть романтическая комедия, сочетающая в себе боевик и комедию. Или ситком с совсем другим сценарием. Почему? Мечта о будущем, если говорить о сегодняшнем дне, да, я вполне счастлив. Конечно, у меня есть цели, я даже не приблизился к большинству из них, но мне нравится лестница, которую я использую прямо сейчас. Я хочу улучшить себя и стать намного лучшим игроком. Я готов, я полон решимости, я трудолюбив. Я думаю, что люди делают это, чтобы просто чем-то поделиться, произвести впечатление. Жизнь для других, а не для себя. Мы неизбежно ленимся. Я иногда ловлю себя на этом. Как только я хочу что-то узнать, я сразу вытаскиваю свой телефон из моей и я думаю, что все это потеряло нашу человечность. Искусственный интеллект, AI, и такие вещи, как квантовый компьютер Google, пугают меня. Я не хочу, чтобы наше будущее было в руках роботов. Я хочу общаться с людьми. Как обстоят дела в соцсетях. К соцсетям отношения не имеет. Она старается держаться подальше от социальных сетей. Конечно, надо пользоваться, я понимаю, но я живу не только в социальных сетях. Мне, наверное, тоже больно, все живут в телефоне чуть ли не 24 часа в сутки. Я очень удивлен, увидев людей. Они живут в своих телефонах. Рядом с ними я чувствую себя 80-летним дедушкой. Например, иду на концерт, перед нами начинается большое выступление, живое, живое. Я оглядываюсь, удивительно, если они так же взволнованы, как и я, 80% зрителей смотрят концерт на своих телефонах. Вы отказываетесь от жизни, говоря, я буду стрелять. Более того, вы живете не для себя. Вы живете, чтобы показать другим. Я думаю, что социальные сети захватывают мир. Как он держит форму. Он боксирует, он занимается спортом. Пока я занимался боксом, были моменты, когда я хотел потереться на многих тренировках, но психология не сдаваться, несмотря ни на что другая, и это важно для моего характера. Могу сказать, что это самый сложный и приятный вид спорта, которым я когда-либо занимался. Жизнь нелегка, мы все это знаем. Но я занимался и продолжал заниматься спортом ради одного, сказать, я занимался. Не важно, сколько вы отжимаетесь или сколько у вас пахлавы, чувство достижения важно. Вот почему я люблю тренироваться рано утром. Когда я начинаю день с успешным настроем, я чувствую, что могу справиться со всем, что встречается на моем пути.